книга открытым оком том 12 тема вера вопрос 2619 непонятное нужно разрешать спрашивать задавать вопросы но почему ученики иисуса иногда боялись спрашивать христа марка 932 но они не разумели сих слов а спросить его боялись отвечает игнатий тихонович лапкин такое выражение встречается только два раза в евангелиях и оба раза это было тогда когда господь говорил о грядущих своих страданиях лука 9 43 40 по 45 стихи он сказал ученикам своим вложите вы себе в уши слова сии сын человеческий будет предан в руки человеческие но они не поняли слова сего и оно было закрыто от них так что они не постигли его а спросить его о всем слове боялись блаженном феофилак толкует кавычки открыты но они не поняли слова сего и оно было закрыто от них чтобы они прежде времени не вдались в печаль и не смущались от страха и так бог снисходя к их слабости и руководя их как бы детей каких попустил им не понять того, что говорилось о кресте, приметь и благоговение учеников, по которым они не дерзали, даже более боялись спросить Господа. Ибо страх усиливает благоговение, равно как и благоговение есть страх, растворенный любовью. Может, кого-то смерть знакомых не смущает, но если это друг, тот, от которого зависит безопасность и свои жизни, то известие о его кончине повергает их в глубочайшую печаль. Со смертью Христа ученики видели и свою кончину, если они останутся беззащитными перед лицом озверелых евреев-фанатиков. Иоанна 11, 8, 16 стихи. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Причина, почему ученики боялись переспросить о распятии Христа, была по-человечески понятна тогда, когда вера в служение воскресшему была еще на нуле, пока не переспросили, что может что-то не так поняли, не расслышали, их утешала мысль, что не о его смерти все же речь идет. Делала слова Христа о его поругании не твердыми, а если бы на вопрос их он ответил, что его убьют обязательно, тогда бы они расслабли окончательно. И еще они слова о воскресении Христа совершенно не понимали, а прослыть глупыми не хотели, боялись показаться совсем уж неучими. Несчастье в счастье трудно превратить, когда тебя подталкивают к раю, сознанию, совести и Богу вопреки, булыжник тычут в зубы вместо кровая. Кому на долю выпали ошметки, отбросы общества клемят несправедливо. Таким останется одно усвоить четко. Несчастье только Бог мог разнарядить мимо. Не каждому удастся, кто к горе прикоснулся, не к своему, но с тем, кто опрокинут. Давление понизить на поврежденном пульсе, хотя соприкоснуться с падшими противно. Эх, люди, граждане и просто не друзья. Всего лишь раз живем во тьме тупее. С кем мы сроднились, что разнять нельзя? Живые средства гробим в Мавзолее? Несчастных, обездоленных и всяких. Когда и где случится недостаток? Перед какой нуждой мы не ломали шапки и не напились вдрызг с похмелья и с устатку? Не говори, что недруг нам не личный враг, а враг тоталитарным государством. Не он, а ты будь милостый не рад, тебе зачтется в памяти прекрасно. Блажение давать, отнюдь не принимать, а благодетельствовать чудом уцелевших. И для еврейских деток превратиться в мать. Ты не расхристанный фанатик, подстаробряться леший. Им все еретики не так согнули пальцы, хотя, быть может, сам по злу похож на беса. Учи быть милосердным, деточек с измальства, чтоб, повзрослев, не путался влача жида записи. Нас учит всех любить Христову благодать, не разбирая недругов крапивных. Сумей последующим обугленным подать. На выступе любовь поможет закрепиться. 4 февраля 2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин. 6 февраля 2005 год. Продолжение следует... Продолжение следует...